Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. По просьбе моих зрителей, поклонников Юрия Шатунова, которые терпеливо ждут обещанного разбора концерта в Крокусе от 17 октября 2023 года, этот фильм именно для вас. Это настоящие верные поклонники Юрия Шатунова и Кузнецова, всех нервных усыбей, просьба удалиться от экранов, всех подшаманенных, одурманенных, оглашенных. Не тратьте время и время. Буду банить быстро и с удовольствием. Потому что кому война, кому мать родна. Идет СВО, гибнут люди каждый день, как войны, так мирные на Донбассе. А здесь устраивают пляски по умершему, вероятнее всего, наглой, цинично устраненному человеку, юбилей, до которого он не дожил. Плевок, плевок в душу поклонников этого замечательного человека. Еще скоро корпоративы новогодние для кого-то начинаются, для кого-то чувств начинается. Ничего, что гибнут лучшие мужчины, русские мужчины. Коси коса пока роса. Итак, напомню, с чего все началось. Юру устранили на взлете с 22 на 23 июня 2022 года. Через месяц должен был состояться суд, который окончательно был бы выигрышный для Юрия Васильевича и поставил точку в долгих разбирательствах и мытарствах с Разиным по поводу прав. Была доказана экспертиза, что передачи прав от Кузнецова не было, что подписи были поддельные, а суды ангажированы. И вот еще месяц и полная победа. О чем он и сказал в интервью НТВ, вспоминайте. Все помнят и странное лицо Казарновской адвоката. Вспомним Юру, немного уставшего, немного отекшего, но уверенного в своей скорой победе. И буквально через день он умирает от сердечного приступа, от инфаркта обширного. Как сообщил главврач Домодедовской больницы Осипов. Напомню, той самой больницы, где странным образом погибла молодая женщина, смелая активистка Анастасия Метельская. Были похороны. Десятки тысяч убитых горем простых людей. Из коллег Юрия Шатунова никто не пришел, кроме Игоря Крутого, Николая Баскова, Феликса Царикати. Может быть, я еще кого-то не назвала, но вот называли именно эти имена. «Крутой устраивает 17 октября 23-го года в Крокусе вечер памяти, веселый вечер. Зачем грустить?» – говорит режиссер концерта Игудин. «Будет весело и будут сюрпризы». Все это было в прессе, в открытых источниках и в своих фильмах, в том числе, я об этом говорила. О том, что будет веселье, что не надо грустить, мы будем веселиться, говорил Игудин. Вспоминайте, все это было. На похоронах некоторые рассматривали фото и съемки с похорон Юрия Васильевича. И так эдак и пришли к выводам, что Юра жив. Возникло целое движение. Ю, Ш, Ж. На основании чего Юра жив? Основные тезисы по пунктам. Там нет венчик, это не по-христиански. Его кремировали, это не по-христиански. Кому выгодна тема Юра жив? Если его убили, если это убийство, то, очевидно, она выгодна убийцам 100%. То есть мое мнение, что отчасти людей, убитых горем, которым очень хочется верить, это же легче тогда, легче, чем переживать горе. Легче считать, что он где-то жив. Он пускай где угодно, как они пишут, как угодно, но чтобы он только был жив. Потому что так легче. Потому что горе очень тяжело с ним жить и считать, что больше никогда этого человека в этой жизни, на этом свете они не встретят, не услышат его голос. По-человечески это понятно. Но возможно, что кто-то очень ловко использует эту ситуацию в своих целях. И выгодно это убийцам, если таковые имеются. Если это было убийство. Ну, косвенно мы все-таки считаем, наше мнение, что все указывает на то, что это было устранение физическое, заказное устранение Юрия Васильевича. Не надо тормошить Следственный комитет в этом случае, если Юр жив. Не надо никому ничего доказывать. Все в Багдаде, все спокойно. Поэтому, как они говорят, и праздник, поэтому и веселиться, потому что он же не умер, он же жив. Ну, здорово придумано. Очень здорово. И, в общем-то, в стиле определенной категории людей или не людей. Не знаю, кто они там на самом деле, кем являются. Заявки в Следственный комитет подавали. Пришли отписки. Я тоже делала обзоры этих заявок, этих писем и этих отписок еще в прошлом году. То есть сразу целый год я потратила на изучение этого вопроса о том, как погиб Шатунов. И вышла на очень интересные темы, расследования, неожиданные, совершенные. В том числе я в своих фильмах, смотрите, за 2022 год, я озвучивала письма людей. Их было немного, очень мало. Очень мало. Это была капля в море. И они получили наглые, такие издевательские отписки. Причем отписки даже от людей. Я проверяла электронную подпись. Там даже нет таких сотрудников в Следственном комитете. То есть в наглую просто, ну, скажем, может быть, и в Следственном комитете нет. Но адреса официальные, куда люди писали. Короче, это была, это еще был один плевок в сторону людей, которые хотели хоть как-то разобраться с этим вопросом. Ну, нет человека, нет проблем. Писали письма в общественную палату. Проверить обстоятельства гибели Шатунова тоже ничего не дало результата. Семья претензий, пишут, семья претензий не имеет, а вы никто. То есть в таком случае, если супруга, ну, вот как вот бывает, да, вот супруг или супруга сам является или сама является соучастником или участником преступления, ну, часто это бывает из-за наследства, то в таком случае они не имеют претензий к Следственному комитету. То есть у них нет претензий, искать никого не надо, естественно, естественно. То есть всех это удовлетворяет, семью удовлетворяет, потому что семья не имеет претензий сама к себе, я имею в виду взрослые люди, в данном случае вдова. И следственный комитет это все удовлетворяет, а все остальное не имеет значения. У убийц претензий к себе нет, выполнено все чутко, ну не совсем масса ляпов, но цель достигнута, клиент уже не живой. Итак, группа по теме ЮШЖ им достаточно, что нет венчика и все такое. Но в чем они дали подсказку? Что что-то странное с головой и с плечами. Когда они изучали снимки с разных ракурсов, с похорон, я специально не буду их показывать, демонстрировать, я не люблю сама подобные снимки и не хочу это все транслировать. Просто это все есть в интернете в огромном количестве. Те, кто, скажем так, в теме, те, кто следит за развитием этих событий, они все это уже видели, и вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Так вот, в этой группе они и так, и сяк, действительно, я там тоже увидела, что, ну как бы, голова вот есть, а с плечами что-то не то. То есть плечей как будто нет. С какого-то ракурса плечи как будто не подложены, что ли. Потом там тоже руки были то закрыты, то открыты. Кисти рук тоже все это было очень странно. И в связи с этим вот эта группа Ю-ШЖ, они решили, что это кукла подложена, что это не Юра, что у него там за ушами что-то, какой-то болт стоит. И мы уже объясняли, что это, в принципе, подтягивают, что это патологоанатомы делают, что голова это, ну, его в том числе нет. Нет, они считают, раз кукла, значит, он живой. То есть не понимая, что логики в этом абсолютно нет, это никак не говорят. Даже если там совершенно будет другой человек, выставлен труп другого человека, которого будут называть Юрием Шатуновым, скажут, нет, это не Юрий. Мы опознали, что это не он. Это никак не говорит о том, что он жив. Вот никак это не доказывает того, что человек жив. Нам на камеру всем показали, как он умирал. Нам показали, как его тащили, как мешок с картошкой, как его не спасали, как к нему был равнодушен директор, как он отбросил его слабеющую руку, которая хваталась за воздух, хоть за что-то, как ему было плохо, все это видели. И до сих пор эти съемки есть в интернете, и можно, так сказать, удостовериться, это все посмотреть. Поэтому доказательство того, что Юрий Шатунов жив, люди, естественно, доказать они это никак не могут, они пишут всякую ерунду, но считают почему-то, что это очень умные вещи, как они говорят, адекватные. Нет, не адекватные, или, скорее всего, это специально нанятая бота-фирма в интересах заказчиков и убийц легендарного человека. Ну, это мое такое мнение. Логики у них ноли. Это не важно. Важно то, что теперь все-таки плюс в этом во всем, в том, что они показывали, доказывали по поводу головы. Важно то, что голова могла быть уже отсечена от тела в случае, если был произведен ритуал в той же самой больнице. Крематория на территории Троекуровского кладбища нет, а вот в Домодедовской есть. Почему я вспомнила про Анастасию Метельскую? Анастасия Метельская как раз незадолго до своей гибели она привозила туда отца, который там благополучно умер, его не спасали. И когда она просила, требовала оказать помощь, то есть он там несколько часов находился в коридоре, и никто ему никакой помощи не оказывал, она трясла там одного врача и увидела у него на шее сатанинский брелок. И она спросила, так вы сатанисты? Он ей говорит, да. И показал даже козу такую. Она делала ролик, но этот ролик ее заставили удалить с экрана. И, в общем-то, она говорит, а Осипов знает об этом, что вы сатанист? Она говорит, типа, что вы знаете. Это было все вот в том самом ролике. Поэтому, может быть, это совпадением, ну, или это просто какие-то знаки очередные, но, может быть, это просто совпадение, что Шатунова привезли именно в эту больницу, где погибла странным образом Метельская вслед за отцом через некоторое время. Она там оказалась по ДВЛ. И вот там же есть крематорий, и можно всегда легко убрать следы. Согласитесь, это очень удобно. Если вдруг находятся какие-то такие нехорошие люди, компании, которые, так сказать, устраняют причины своих проблем, то вот там это сделать. Если там везде свои люди, и если там есть эти обряды, то, что увидела Метельская, если там это существует, в каком-то виде, я не знаю, то, значит, вот то, что заметили группа Юши же, что-то с головой не так, я бы вот, у меня сразу мысли закрались о том, что это может быть связано с ритуалом. Ну, опять-таки, это мое субъективное мнение. Пишите свои мысли в комментариях. Итак, вспоминаем. 7 ноября этого же года неожиданно погибает Сергей Кузнецов, автор всех песен «Ласкового мая». Ведь говорила, я писала поклонникам, они мне писали, что он в опасности, что его надо беречь, и, скорее всего, его устранят. Вот было это ощущение, что его, скорее всего, устранят вслед за Шатуновым. Он за пару дней до своей смерти, тоже такой странноватой смерти, провел концерт и дал интервью, где сказал, что расскажет все. И приезжает к нему некая женщина, там типа подруга, которая сейчас книги выпускает с растительным, цветочным именем ядовитого растения, ну, или лечебного, как угодно. И там еще крутится жена адвоката Кузнецова. Адвокат, кстати, свою работу выполнял плохо, это было в других фильмах, что где-то он не появлялся. Кузнецов не проверял, он просто оплачивал работу адвоката, он не вникал, по всей видимости, во все эти дела. И тут, может быть, его уже перекупили. То есть были такие, в других роликах, в других исследовательских роликах, были такие мысли озвучены. Я просто вам напоминаю сюжет, как это все двигалось, потому что много разных версий выдвигалось. Сейчас просто вспоминаем. Почему? Для того, чтобы прийти к логике, понятной то, что происходит в концерте в Крокусе. Итак, два основателя группы «Ласковый май» ушли при невыясненных обстоятельствах, мягко скажем, после слов, что все расскажем, и накануне сенсационного выигрышного суда по всем правам на песне у Разина, у Криворотова. У него, у самого Криворотова, алиби. Он незадолго до этих событий, ну, во-первых, началось СВО, если помните, в 22-м году, 24-го февраля, и Разин за весну срочно продает всю свою недвижимость, которая у него была в России, и выезжает на постоянное жительство в США, в Майами. И сейчас он оттуда многие всякие ролики своей жизни он показывает. И, в общем-то, доволен, и цветет, и все показывает, что все у него прекрасно. Там же, в Майами, насколько я знаю, из открытых же источников, из СМИ, насколько им можно верить, что там живут и тот самый Крутой, и Леонтьев, и Королев, и Арбакайте, и Николаев, то есть наш Бомонд шоу-бизнеса. Многие там купили квартиры или дома, или еще что-то. Николаев и Крутой засветились уже вот через год, ну, не совсем через год после смерти Юрия Шатанова, чуть пораньше, вместе с семьей, то есть с водовой детьми, засветились, когда семья приезжала оформлять наследство. Тоже все это вспоминаем. Были такие ролики, их кто-то украдкой заснял. И теперь же крутой организатор концерта в Крокусе. Ну, насколько я знаю, опять-таки, из открытых источников, что именно он организатор этого концерта 17 октября. 17 октября, день рождения, 50 лет Юры, до которого он не дожил, сказали, будет весело, придут разные исполнители и будут петь Юрины песни. День рождения Юры это 6 сентября. Здесь они решили отметить юбилей умершего человека, который не дожил до этих дней. И смерть которого осталась под большим-большим знаком вопроса. То есть, если бы он умер просто своей смертью, вот все бы было логично, его действительно спасали, и действительно там директор бы бегал, суетился, и на ушах бы стоял. И всем бы потом бы рассказал все подробно, ответил бы на все вопросы, где это все было, с кем они были, что происходило. Если бы это было искренне, действительно, и люди бы увидели, что есть желание, что человек действительно, ну вот весь на распашку, все он рассказал, потому что он чист, абсолютно чист, но этого не произошло. Наоборот, чем дальше в лес, тем больше дров. Видно, что вранье, вранье и вранье. И что сокрытие того, где действительно, зачем его потащили. Тем более, люди замечали, что уже уколы приходилось ему делать во время концерта, есть эти записи. Несмотря на то, что это все удалялось из интернета, они все равно вновь появляются, и в том числе их можно скачать, как, скажем так, улики. Улики вот этого процесса, к которому будут возвращаться поколения, будут, как и к смерти Есенина, и к этой смерти точно так же будут возвращаться через многие годы, десятки лет. Но пока у власти наверху пирамиды, пищевой пирамиды, находится библейская тема, то, естественно, никто не даст полностью раскрыть эти преступления века. Это тоже резонансное преступление с Юрой Шатуновым, поэтому такое количество народу пришло и на похороны, и такое количество народу не собирается не забывать ни самого Юрия Шатунова, ни вопрос его странной гибели. А это как раз и стараются затереть, опять-таки, не только мое мнение, мнение очень многих людей, которые в интернете переписываются, и мне пишут об этом, что концерт был именно для этого предназначен, для того, чтобы забыть, стереть имя Юрия Шатунова из памяти народной, заменить его другими певцами. И в этот момент у нас появляется вдруг из Ларца, неожиданно, накануне СВО, накануне СВО, резко вдруг такой вот взрывная такая популярность у многих, у многих, я не скажу, что у всех, далеко не у всех, но у многих вдруг вот они как будто сошли с ума. Это появляется некий шаман. То есть, опять-таки, говорят, что это замена другого шамана Габышева, который шел на Москву там справедливости искать. И вот тоже там было много людей его поддерживало, и по всей видимости, чтобы сбить это, вот появляется новый шаман, но это явно, что это пиар-ход, тем более на латинице это все написано. И начинается патриотика, прямо совпадает именно с началом СВО, все как «Рояль в кустах», что называется. И опять-таки, люди связывают это с тем, что появление вот этого певца, исполнителя, оно призвано частью кукловодов, карабасов-барабасов, крысоловов, которые за ним стоят. Ясно, что это проект, это не само по себе это все возникло и продолжает. Что это призвано для того, чтобы тоже зачернить, затуманить имя Шатунова самого. Я тоже согласна, что да, это видно, видно, что тенденция именно к этому. Поклонники кричали во весь голос «Не надо, не надо перепевать Юрины песни, пожалуйста, не надо». Он сам никогда не любил перепевок. Песни личные из трагичного безрадостного сиротского детства. Только он с его неповторимым голосом, его обаянием, тембром, душой и его судьбой может исполнять эти песни. Но никто не собирался слушать поклонников Шатунова, тех людей, которые шли с ним по жизни годами, десятилетиями, росли вместе с ним на его песнях. Теперь их надо окучивать срочно, пока теплая и оглушенная от горя и потери, полный игнор. кинули клич, что будет семья и будут раскрыты какие-то тайны и что покажут наконец жену, которую никто не видел и не было в соцсетях и будет какой-то сюрприз. Сюрприз – это ключевое слово. Далее. Я лично предупреждала, что этот концерт есть ритуал по переносу ответственности тех, кто загубил жизнь Юрия Сергея на зрителей. Придете, купите билет, это и есть принятие оферты, акцепта и примите ответственность за устранение кумира миллионов. Пришли, посмотрели на артистов, послушали, увидели жену, семью, вернее вдову, вернее не вдову, а веселую вдову, которая дала жару. Короче, заткнила всех, интернет гудел месяц. Там не совсем адекватные фанатки шамана скакали по всем чатам и грязной матерно ругались, грозились всякими карами тем, кто посмеет сказать, что шаман это распиаренный проект и петь песни Шатунова ему не следовало. Писали доносы, в том числе и на меня. Я так полагаю, что в этот зал пришли где-то на одну треть точно фанаты шамана. И, возможно, это было сделано. Зачем его пригласили для этого? Для пиара? Для того, чтобы наполнить зал или для того, чтобы стравить эти две группы фанатов Шатунова и фанатов шамана? Для чего это было сделано? Пускай останется на их же совести. Хотя они это благополучно перекладывают. Совести нет, а перекладывать грехи они умеют через ритуалы. Но дело сделано, и я не собираюсь все это повторять. Все умные и не очень пересуды. И правду, и неправду, и обиды за поведение, и злость, и ненависть тех, кто нашел себе новых кумиров вместо Шатунова. Веселую вдову, клавишника, директора, аранжировщика, шамана, кто там еще, если забыла. Итак, вторая часть видео это разбор ритуала по переносу ответственности за свои преступления на русский народ зрителей, конкретно зрителей. Концерта в Крокусе 17-10-20-23. Война судного дня. У Израиля в Палестине месть, жертвоприношение. Они так и говорят, что они мстят. Числа Каина, убившего Авеля. Все это было в предыдущем фильме по этой теме. Подробности разбирала построчно подкрытые книги Ветхого Завета Светлана Додонова. Посмотрите, сейчас есть в интернете очень много ее замечательных, довольно смелых работ. Как иудеи, ветхозаветные хасиды, кто там у них? Это один народ, это представители одного народа, переносят ритуально свои грехи на другие народы. То есть у них принято именно жертвоприношение. Именно у этого народа принято жертвоприношение и по переносу греха, как они переносили свои грехи на Иисуса, Иисуса Христа. Жертвоприношение они приносят своему Богу Яхве. И что у христианства как раз есть такой постоянный жертвенный алтарь, где все народы принимают через ритуалы, всем предлагается быть жертвой, бесконечной жертвой, через ритуалы на себя ежегодно грехи еврейского народа, ну или тех представителей еврейского народа, которые совершают всевозможные преступления. Преступлений очень много откровенных, наглых по всему миру. Концерт в Крокусе ничем от этих ритуалов не отличается только названием и масштабами. Маленький, маленький, маленький такой ритуальчик. Те, кто поставили вето без акцепта, не принял ничего на себя, и эти грехи полетели в обратку тем, кто их продуцировал пространство. Поэтому было после того видео очень много злых комментариев по поводу того, что ваше вето не работает, и что это секта, и что такое это вето, и что такое это без акцепта, и что-то... очень было много злых комментариев. Это, кстати, тоже результат того, что это сработало. Поэтому и злоба такая. Первое. Концертный зал в Крокусе рассчитан на 7000 мест. Полной заполняемости не бывает, но для ритуала надо 6660, чтобы вполне получилось у строителей. Я думаю, именно для этого был приглашен шаман, для того, чтобы наполнить зал его фанатами, потому что сейчас он набрал огромную популярность, и они, естественно, придут на концерт. Может быть, там была половина фанатов шамана. Не знаю, сколько на самом деле. Возможно, что половина, потому что многие из поклонников Шатунова, они именно проигнорировали это, и они были возмущены и оскорблены вот этой наглостью, с которой запихивали людям этот концерт. Как его пиарили, как его запихивали, хотя миллионы людей, буквально миллионы просили этого не делать. Сначала разобраться с тем, что произошло в этом Ростунова, в этой больнице, почему умер Юрий Шатунов. Сначала ответить на эти вопросы, а потом уже эти концерты, песни кому-то передавать по поводу авторства и так далее. Но все было полностью проигнорировано. То есть люди нужны только вот эти миллионы, только для выкачки денег. То есть надо понимать, что есть такое вот эти все устроители концертов и, в общем-то, исполнители. Шатунов таким не был, за что его и любили так много и так долго. Он действительно искренен и действительно о нем, ну, скажем так, жалеют его, переживают о том, что это все произошло. Даже люди, которые не были его поклонниками, его фанатами, коим отношу себя и я. Я спокойно относилась к творчеству Шатунова, просто абсолютно спокойно. Точно так же, как к творчеству шамана. Я не являюсь фанаткой шамана. Даже не шаманы, шаман – это проект, это распиаренный, в который выложены огромные, огромные деньги. За ним стоят люди высокого пошиба у нас сегодня. И это совсем другая тема. Я имею в виду, что я равнодушна к исполнителю Дронову. То есть, ну, певец и певец, голосистый, молодой, голосистый, мне все равно, он меня никак не затрагивает. Меня не трогал и Юрий Шатунов. Вот эти песни детские у вас Кауме. Еще раз говорю, но человек, вот человек Юрий Шатунов, я его уважала. Вот параллельно просто его поступки по жизни, они вызывали уважение. И когда с ним произошло то, что произошло, это был шок. И для меня, в том числе, оказывается, не только для меня. Значит, те, кто это сделал, они знали, что этот шок будет. Будет. Они знали, что они делали. И поскольку это преступление, то надо себя снять, ведь обратно прилетит. Они это умеют делать. Они мастера, у них есть целые технологии, как это делать. А народ не знает, как они это делают, как используют народ для принятия вот этой оферты и принятия чужих грехов на себя. Потом удивляются, почему плохо живут, почему так все плохо, почему болезнь. Кстати, об этом именно тоже говорила и Светлана Додонова. Она просто более подробно это все разбирала эту технологию, как это все делается, поэтому я вас адресую в этом смысле к ее работам. «Седая ночь» песня. Ключевой момент. На концерте песня оглашена три раза. Первое оглашение в исполнении Дронова, которого сейчас не по-детски пихают, как шамана вместо Шатунова, то есть перебить популярность Шатунова. Этот певец, конечно, на любителя со всеми своими качествами исполнения, качествами голоса. Мне лично подвывание не нравится, вокализы такие. Что удивительно, если вы все помните, сразу же после концерта специальная бота-ферма начала лить восторги по поводу концерта и особенно выступления Дронова. Было множество коротких видео к концерту по каждому исполнителю. Очень много. А по поводу Дронова было с разных ракурсов. Это все было выложено сразу же после концерта. Я не случайно обращаю внимание именно на это. Короткие видеоролики с этого концерта. Их было огромное количество. Я успела сделать скрины кое-какие. Не скачивала ничего, просто сделала кое-какие скрины, потому что кое-что заметила. Прошел месяц, все видео как по команде удалены. Что говорит о том, что это была именно заказуха. Вот эти короткие видео. Еще раз дать великолепный концерт, вау-вау-вау-вау. Вот эту истерику продолжить. Вот этот стёб над поклонниками. То есть мы вам вот так запихаем в глотку. Почему удалили ролики с концерта? Потому что что-то пошло не по плану. Выступление светы, наверное, может быть, зажигалки со своим другом, семьи, в ложе отдельной. Может быть, это. Что-то пошло не по плану. Поэтому ролики удалили, и вообще тишина. Заметили? Тишина. Внимание переключают сейчас полностью на Дронова. Идёт пиар-компания колоссальная. Всё внимание туда. С Шатунова опять внимание убирают. Я полагаю, сыграла волна народного гнева. Возможно. То же самое слово вета, запрет на циничное насилие над памятью Шатунова и издевательство над миллионами поклонников, которые просили не перепевать Юриных песен, а сначала найти все обстоятельства гибели. Кстати, там, где Юра по записи пел сам на этом концерте, и там были подтанцовки или артисты пели свои песни, к этим номерам претензий нет. Это всё как бы гармонично. Итак, продолжаем. Раскрученный под тему СВО пиар-патриот, по-английски шаман, не по-русски, пугающий мир нажатием красной кнопки под крики «Я русский». Я считаю, позорище этой провокации безобразной от кураторов этого персонажа с этой ядерной кнопкой. Его стилизованная под нацистскую времен Великой Отечественной войны форма, люди старшего поколения, мы росли на этом, мы прекрасно знаем, как выглядели нацисты. Это сегодня называется окна вертона, чтобы принимать под словом «Я русский» вот эту «Власовщину». Носили их полицаи, такие вот такие формы носили полицаи, немцы, на оккупированных фашистских территориях, микрофон, штанах, зиге, все это было продемонстрировано на выступлениях, и в этот концерт его включили именно для, скажем так, приглашения его фанатов, я уже об этом говорила, это все не случайно. И на этой же сцене был иностранный агент Рева, и ничего, и шаману это никак не помешало выступать на этой сцене. А концерт организовывает опять-таки гражданин мира, гражданин США, страны НАТО, которые с нами сейчас враждуют. Это как вообще? Тот же самый крутой. Это как? Это нормально? Это нормально? Это ненормально? Это цинизм высшей пробы. Тем более гибнут люди, идут военные действия, люди теряют близких. И как выглядит настоящее горе, можно тоже посмотреть на видео. В телеграм-каналах очень много разных видео, как действительно реагируют семьи, жены, матери, дети на своих погибших отцов, мужей, сыновей. А здесь у нас пляски. Человек погиб и устраиваются пляски. Конечно, это плевок. Конечно, человек, находящийся в адекватном состоянии, он понимает, что это беснование какое-то происходит. Итак, первое оглашение контракта «Седой ночи», выступление Дронова. И на экранах, обратите внимание, крутятся шестерки. Конечно, это тоже простое совпадение. то есть там шестерки, стилизованные под вихри вселенной галактик, ну, в виде шестерочек. Второе оглашение было инструментальное «Седой ночи», когда олигарх Крутой, приехавший из Майами, как полагаю, в моменты своего, его номер «Инструментальная музыка» и сразу дали выступление детского хора. К самому исполнению хора претензий нет, дети поют великолепно. Есть одно «но», о котором я скажу позже. Третье оглашение было в конце самого концерта, всего концерта, когда вышедших на сцену детей Юрия заставили петь песню «Седая ночь». Вспомните. То есть три раза за концерт прошла песня «Седая ночь». Итак, ритуал соблюден через его же детей в том числе прошел перенос оферты с принятием ответственности за грехи на зрителей. Отдельная тема Долина, которую под долом автомата, видимо, тащили на концерт памяти совершенно ее неуважаемого, как она говорила, что-то в этом роде, бездарного исполнителя. Она его не считала ни за легенду, ни за какую-то звезду, но тем не менее она пришла на вечер памяти. Это просто удивительно. И после самого концерта она еще раз подтвердила то, что у нее нет никакого... Она обиделась, потому что ей фанаты стали писать всякие, наверное, гадости нелицеприятные обзывать, оскорблять, хотя нельзя никогда переходить на личности. Потому что Долина, она певица, классическая эстрадная певица. Да, естественно, она тоже там не просто так всю жизнь находится. Все про Пугачева говорят, Долина из этой же компании. Спрашивается, какая сила заставила человека идти работать на сцену к ненавистному, презираемому ей умершему? Ну, говорили, что круглая сумма. Что ж, вполне мотивировано. но она находится в этой компании. Сейчас она везде, вот с шаманом еще кто-то, обратите внимание, они где-то как-то крутятся вместе. Они вместе на каких-то передачах. За ними стоят одни и те же люди. Песня, которую исполняла на этом концерте Долина, была «Забудь его, забудь, любовь пройдет как дым». Это программа, четкая программа публики тем, кто не может смириться с потерей кумира, забудь его, забудь. И да, здесь также на экранах удолены, крутятся шестерки. То есть, шестерки за спиной Дронова крутятся на экранах, но все короткие видео, короткие видео в интернете, которые потом удалили, они практически обрезали. Там мало где было понятно, что там именно шестерки, но мне удалось найти видео, где это хорошо заметно. Было еще одно странное выступление под песню «День рождения». На экранах шло откровенное объяснование. картинки, рожи какие-то, символика. Все очень такое грязное и неприятное, несмотря на то, что это все было пестрое, красочное, вычурно, слишком, слишком, перебор. Вот оскалы какие-то у людей. Не улыбка, а оскалы. Неприятно. Были на экранах замечены зрителям и мной, но у меня это было мельком, однако мне написали другие люди, также обратившие внимание, что в какой-то момент на экранах появились крестики нолики и два нолика были зачеркнуты. Помните, игра такая была крестики нолики в школе мы играли, но может быть кто-то уже не играл, мы еще играли вот там. Два нолика было зачеркнуто и зрители предположили, что они обнулили нолики. шатунов и кузнецов. Они зачеркнуты, то есть их вывели из игры. Я соглашаюсь с этими доводами, это похоже на эту символику. И еще важное по символизму детский хор того же крутого, я так думаю, смотрящего за шоу-бизнесом в России, поет не детскую песню грезы. Какой-то чудак придумал любовь и сделал все так, что ей верят. «Судьба судьба нам дала единственный шанс, но выбрала ты грезы». Самое главное, что дети поют совершенно не детскую песню, хотя у Шатунова есть более подходящие песни по возрасту маленьким детям. Но главное было в символизме на экранах, когда пел этот детский хор эту не детскую песню. В этот момент на экранах падали лепестки роз. Конечно, романтично, но есть еще символизм, что означает лепестки роз. Это отсыл к тому самому веществу по омоложению элит в Голливуде. Ну, а теперь и не только в Голливуде. И здесь ритуал за эти действия, кто понимает о чем я говорю, я не все могу напрямую сказать, перенесен на публику, так как в самом начале композиции звучат такты из седой ночи, а там контракты, которые сыпались на мальчика из шкафчика. Вспоминайте клип. Много контрактов. Следующий небольшой штрих по выступлению шамана, когда он закончил песню. Мое мнение, там шла фанера, он пел под фанеру. Он подходит к ведущим. В розовом костюме у нас Лера Кудрявцева, тоже очень символичный цвет, обнимает ее, он ее обнимает в конце выступления, и далее Малахов протягивает ему руку для рукопожатия, а он ее целует в наклоне, ну или эмиссирует поцелуй, не дотрагиваясь в поклоне к руке. Я удивлена, что никто из блогеров не обратил на это внимание. И еще найдите в интернете этот ролик и прислушайтесь в этот момент, вот когда это происходит, он подходит к ведущим дронов, там звучит голос Юры. Еще один момент, когда шла песня в исполнении самого Юрия Шатунова, песня была «Запиши мой голос» на кассету, на экране шла запись Юры, как он что-то пишет на бумаге. Это тоже отсыл к контракту. Они решили так его добить с этим контрактом через ритуал. И на сцене в этот момент подтанцовка ровно из 11 человек. Тоже случайность, конечно. Ну, а теперь к самой востребованной теме за этот месяц это «Веселой вдове» перейдем. Платье реквизит, потому что платье уже было засвечено по крайней мере два раза в интернете на актрисах. Значит, просто ее так нарядили. Не сама она выбирала. Высоченная платформа там была, поэтому рост такой. Сделали ей, конечно, прекрасный макияж. Выглядела она сексапельно, стройная, красивая. И должна была произвести фурор. И она его произвела. Наверное, только чересчур. То есть Клара Захаровна переиграла. Режиссеров, я так полагаю, они не ожидали именно такого выхода. Цыганочки, что называется. Не было ни грамма скорби. Забыла, по какому поводу банкет. Что это концерт памяти, а не дискотека. Ну, возможно, там было влияние алкоголя, предполагали зрители. Все, когда рассматривали прям подробно, ее же снимали. Там на концерт никто внимания не обращал. Развернулись и снимали ее зрители. А алкоголь, почему такое поведение, возможно, если был алкоголь, то он притупляет критическое мышление, стресс, потому что она не привыкла находиться в такой роли, когда много людей на нее смотрят. Это действительно стресс для любого человека. Если приняла на душу для храбрости, то тогда, да, теряется контроль. И человек раскрепощается и ведет себя в принципе естественным для себя образом. Это знает любой психолог. Поэтому, скорее всего, человек, мужчина, который там был рядом и который, в общем-то, не совсем прилично тоже себя вел, для них, по всей видимости, это поведение в норме. И для детей они не удивлялись. Значит, я предполагаю, что там эти отношения давно, давнишние. Ну, естественно, опять придут уже новые фанаты нашей новой звезды и скажут, вы все завидуете. Опять, ну, кроме зависти, видимо, больше никаких аргументов нет. А как же? Потому что у вас нет такого бойфренда, у нее есть. И еще теперь она богатая наследница. Конечно, завидуете. Естественно. Ну, и жалко было детей, потому что дети стояли сиротливо весь этот концерт, они вообще такие оглушенные были. И маме по ходу было до них по барабану, ей было чем заняться в своей ложе. Все это возможно было увидеть только со стороны зрителей. Я так думаю, что никто из контролирующих, вот, кто их, ну, вот эти все Аркам или как его зовут, они не могли даже предположить, они этого просто не видели, как она себя ведет. А зрители все засняли. И это был диссонанс. Это была, скажем так, крупная клякса на всем этом псевдоконцерте памяти, потому что никакой памяти, никакой скорби не было. Действительно, пляски на костях. Теперь я думаю, что сыну надо быть очень внимательным, у него год остается, пока он недееспособный, считается, что у него мама опекун, и мама там принимает все решения. И я так думаю, мое предположение, субъективное, предупреждение, что ему надо быть очень осторожным, потому что, скорее всего, там вот эта вся шушера, она будет крутиться вокруг них, чтобы вытряхнуть из них все, все это наследство. Ну и с помощью этого жигола, скорее всего, в том числе. Для этого он там и поставлен. Юра унес с собой тайны, как и Сергей Кузнецов. Но все, как они говорили, осталось в песнях. Надо только услышать. Есть еще одна песня Юры на английском и перевод. Недавно мне прислали этот скрин, этот перевод. Когда я лгал, чтобы остаться и существовать, я не чувствовал, я не чувствовал это и не хочу знать, остаться, чтобы умереть, любить или побеждать. Но я в проигрыше и я не знаю, когда наступит время, я правда лгал, чтобы остаться и выжить. И я не победил, и я не знаю, что делать, так как побежден. И я не хочу, не хочу знать, хочу сдаться. Вот такая песня, такие стихи. И все же он победил в главном. Они не смогли забрать его душу. Он не принял их аферты. Он разорвал контракт. А этого они не прощают. Он это знал. Он сказал, что он побежден. Нет, он не побежден. Они его, могли убить его тело, но они не смогли завладеть его душой. Не вышло у них это все. Даже если они провели свои сатанинские ритуалы над его телом, на что обратили внимание некоторые поклонники о том, что что-то не то с телом, с плечами и так далее. Они проиграли. И этот концерт, этот концерт, вот этот смазанный все, вот это вот все, вот этот шабаш, как его правильно назвали, он действительно именно шабаш, они проиграли. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно эта информация. Конечно, о Юре Шатунове у меня есть еще что сказать о самом человеке, о многих мистических параллелях столетней давности в том числе. Если вам эта тема интересна, то будем продолжать. Я вам поведаю то, что мне удалось найти за вот это время после его гибели, потому что меня тоже как человека это все очень затронуло. Это несправедливость, колоссальная несправедливость этих светлых душ Юры и Сергея, которые оставили колоссальное наследие в виде своих чудесных песен простых, незамысловатых, красивых и действительно трогающих душу, потому что они настоящие, неконъюнктурные. Они изнутри, из народа вышли. Они из самой сути. Эти песни о них. Они не врали. Им никто не платил деньги за пиар. Они отдавали все, что было у них. Еще раз благодарю за внимание. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания.